Доброе утро! В эфире канала Россия. Итоговая информационная программа «События недели». В студии Руслан Жукаев. Сегодня день работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Работников агропромышленного комплекса Карачаева-Черкесии поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Агропромышленный комплекс для экономики Карачаева-Черкесии – это основа основ. Федеральные и региональные программы, проекты, которые мы реализуем, приносят свой стабильный результат. Подвижки есть и в растениеводстве, и в животноводстве, перерабатывающей промышленности, садоводстве и рыбоводстве. С полным правом можно сказать, что АПК сегодня – это не только качественные продукты в домах, детских садах и школах, на прилавках магазинов и ярмарках Карачаева-Черкесии. Это уверенные поставки в другие регионы России и, более того, за рубеж. Мясные колбасные, молочные и мучные изделия, консервы, пресервы и вода с пометкой «Произведено в Карачаево-Черкесии» – это уже знак качества, который нашел своего потребителя. Карачаева-Черкесия вошла в десятку регионов лидеров по производству овощей в зимних теплицах. В этом году запущено строительство цеха по переработке товарной рыбы. Крупнейший отечественный агрохолдинг «Дам АТ» начал реконструкцию предприятия «Кавказмяса». Впереди еще много планов и проектов. Уверенность, энергия усилий власти и тружеников АПК принесет большие плоды. Состояние АПК республики оценил и заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев. На этой неделе он с рабочим визитом побывал в Карачаево-Черкесии. Он посетил самую эффективную сельскохозяйственную площадку «Проект сады Карачаева-Черкесии», который реализуется в рамках реализации государственной программы развития Северокавказского федерального округа в период до 2025 года. В ходе встречи гостям провели экскурсию, рассказали о сорте груш и яблок, о предполагаемом урожае и насколько этот проект необходимо развивать в нашей республике и что для этого нужно. Альбина Ламкова из Адыгхабльского района. В 2017 году в республике была принята программа по возрождению на территории Карачаева-Черкесии промышленного садоводства. И тогда же осуществили закладку сады Карачаева-Черкесии. Яблоки и груша здесь вкусные, а чтобы в этом убедиться, их нужно обязательно попробовать. Да и для выращивания этих фруктов Адыгхабльский район выбран не случайно. Тут благоприятные климатические условия для их созревания. И еще площадь подсады внушительна. Она составляет более 200 гектаров. А для того, чтобы защитить фрукты от града птиц и получить гарантированный урожай без потерь, весной этого года в садах над деревьями натянули сетку. Сейчас полным ходом идет субор урожая груш. Яблоки уже убрали. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутник вместе с главой республики Рашидом Тимрезовым прошел по грушевой аллее сада. Здесь полного созревания фруктов не ждут. А все потому, что грушу можно хранить даже без холодильника больше двух месяцев. Прекрасный аромат фруктов и высочайший товарный вид. Но при этом вкусовые качества плода отменны, уверяет председатель совета директоров сады Карачаева-Черкесии Айдын Ширинов. Все плоды аккуратно срывают, чтобы дольше хранились. А те, которые все же упали, идут в переработку. Из них готовят пастилу, суши, чипсы фруктовые. Затраты на развитие садов Карачаева-Черкесии уже превысило чуть больше миллиарда. Юрий Трутник поинтересовался, оправдывают ли средства для дальнейшего процветания хозяйства. И каков будет доход в будущем. Если налоги мы оттуда вычтем, ну вот затраты... Налоги и затраты, потому что тут же еще хранять и обрабатывать. Нет, вот это я беру чисто без очистки налогов, где-то около полмиллиарда. Но после налогов это где-то миллиардов, миллионов триста, двести, там, семьдесят вот так остается. Мы же еще плательщики НДСа на фруктах. Ну если у вас получится... Я думаю, что мы... Далее Юрий Трутник поинтересовался, если государство предоставит кредит, затем субсидирует кредитную ставку. Можно ли будет реализовать и развивать этот проект на таких условиях? Юрий Петрович, вот вопрос, да, я понял ваш вопрос. До трех процентов, в принципе, это проходная история. То есть вот если мы сейчас найдем кредитный ресурс для республики в пределах двух-двух с половиной процентов, то появится новый инвестиционный проект. Юрию Трутниву рассказали, что работа в развитии садоводства в Карачаево-Черкесии идет эффективно. В республике в этом направлении запустили госпрограмму. В ней участвуют четыре района. В них создали кооперативы и заложили мини-сады интенсивного типа с системой капельного орошения. Расскажи, пожалуйста, про нашу программу, которую мы внедрили в республики по личным подсобным хозяйствам и по обучению. У нас, смотрите, вокруг сада выросло две истории. Первая – это образовательный проект, где мы учим и переподготавливаем уже готовых специалистов. Не только там с ближайших районов, с колледжа, но и со всей республики, даже с других регионов, где здесь они проходят обучение. И вторая история – по многочисленным просьбам наших работников, которые начали у нас просить саженцы домой, мы разработали совместным с Мичуринским федеральным научным центром, разработали программу «Интенсивный сад для личных подсобных хозяйств». И на десятисотках в республике уже заложили больше ста таких садов. Наша республика по факту стала грушевой столицей России. Это единственный сад в стране с грушами. Здесь применяют современные технологии. Высадка и выращивание при таких условиях дает большой урожай с прекрасными вкусовыми качествами плода. Но для хозяйства в данный момент необходимы холодильные камеры. Ну и Юрий Петрович, вот преимущество денег корпораций только в том, что они именно дают толчок запуску любого инвестпроекта, не дожидаясь собственного капитала. Мы подумаем вместе. Да, может быть какие-то гарантии субъекта какие-то, чтобы эти проекты... Если будут гарантии субъекта, я вообще никаких проблем не вижу. Вот мы здесь с главой от первой закладки первого деревца до первого урожая постоянно. Мы на самом деле, у нас не было три года назад, помимо этих садов, все начали рассеивать. Там порядка по тысячу гектаров садов в республике есть. Затем делегация направилась на выставку сельскохозяйственных продуктов. Среди товаров были и молочные и колбасные изделия от известных фирм республики. Овощи, выращиваемые на территории Корчаева-Черкесии. Питьевая вода, которая завоевала популярность не только в нашем регионе, но и в стране. А целебные варенья, настойки сосновых шишек и сбор чая доставили из самого курортного Домбая. Представленная продукция составила свыше 50 наименований. А еще на выставку привезли домашних животных и рыб. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести Корчаева-Черкесия, Адыехабльский район. Одним из передовых сельскохозяйственных производств Корчаева-Черкесии по выращиванию зерновых культур является кооператив «Тахтамыш» в Ногайском районе. О работе предприятия и как засуха этого года отразилась на работе хозяйства, рассказал гость нашей программы Башир Карасов. Здравствуйте, Башир Владимирович. Мы сегодня находимся у вас в гостях. Ваш профессиональный праздник. Как проходит день работника сельского хозяйства? У нас праздник, конечно, корректируется погодными условиями. Если погода не позволяет работать, тогда мы можем себе позволить отпраздновать наш профессиональный праздник. А так нам приходится этот день, как сказать, провести на рабочем месте, потому что полевые работы не требуют, не могут позволить отложить их выполнение и каждый день чревать какими-то потерями в дальнейшем урожае. Вот в этом году большая проблема для всех, наверное, жителей Корчаева-Черкесии, что была большая засуха. Как обстоят дела в вашем хозяйстве с этим? Нас тоже затронула эта проблема. Но она и не в этом году только началась. В прошлом году были первые, так скажем, признаки. И она как бы еще имеет продолжение, что могут быть последствия и для урожая следующего года. В этом году мы по пшенице получили не очень такой хороший урожай, но тем не менее он позволяет нам перекрыть ее себестоимость. Что касается остальных культур, вот кукуруза очень пострадала. Есть у нас земли, где она у нас вообще не дала. Зерно, так скажем, пришлось нам ее скосить на корма. Сейчас мы убираем сахарную свеклу. Ну, она тоже пострадала из-за погодных условий. И надеемся, что зима восстановит ту влагу, которая у нас отсутствовала на протяжении вот уже двух лет. И мы вот стоим рядом с новым трактором совершенно. И расскажите, пожалуйста, как начинается день человека, который работает на этой технике? День начинается, как у всех, наверное, с осмотра этой техники. Но чтобы он начинал его с, как скажем, с энтузиазмом, надо ему такую технику предоставить, которая ему позволила бы выполнить тот объем работы, который на сегодня запланирован был. А именно вот по этой технике, что я могу сказать, почему мы именно вот такую технику выбираем для наших работников? Надо, чтобы работник выполнял свою работу с душой, охотно, чтобы он получал удовлетворение от своего труда. Поэтому мы стараемся ему обеспечить такие условия труда, чтобы он работу мог уже выполнить качественно, ни о чем другом не задумываясь. В сельском хозяйстве это очень сложно, чтобы вот только один момент решил, и все у тебя, как называется, в шоколаде, или большой урожай получил еще такое. Каждая мелочь добавляет какое-то там количество в результатах твоего труда. Поэтому мы стараемся и обращать внимание и на технику, и на технологию, и на тех людей, которые эту работу выполняют. Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в этот прекрасный день? Хотел бы поздравить своих коллег с таким профессиональным праздником. Хотел бы им пожелать, чтобы они имели хорошее здоровье, чтобы вести свое любимое дело, чтобы получать от своего дела удовольствие, удовлетворение. При этом, чтобы работники, которые занимаются вот таким нелегким трудом, имели за него достойную оплату, чтобы это все вместе способствовало комфортной жизни нашей. Время рекламы, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Разрочка на три года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске, в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Разрочка на три года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Уважаемые телезрители! На нашем канале полуфинал Республиканской Олимпиады школьников «Умники и умницы» Карачаева Черкесии. Ну, в общем, ответ правильный. Вы сильны в своих познаниях? Там есть две версии. Вам по зубам любой орешек знаний? За тот день ответить. Что ж, готовьтесь! Ваши знания оценят зрители телеканала «Россия-1» Карачаева Черкесия. С 12 по 16 октября в 9 часов 15 минут сразу после выпуска информационной программы «Вести на национальных языках» смотрите полуфинальные игры Олимпиады, где на состязательных дорожках встретятся умники и умницы нашей республики. Не пропустите! С 26 по 29 октября 2020 года пройдет 24-й международный телевизионный экологический фестиваль «Спасти и сохранить». Жюри, оценивая ваши работы в шести номинациях, определит лучшие. Всю необходимую информацию ищите на сайте экофездефизюгра.ру Фестиваль «Спасти и сохранить». 26-е, 29 октября. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. В дни осенних каникул с 27 по 29 октября ГТРК «Регион Тюмень» проводит 27-й Всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Ктенец». Под девизом «Мы внуки героев». Для участия в творческом конкурсе фестиваля приглашаются юные корреспонденты всей страны в возрасте от 7 до 17 лет. Положение о конкурсе на сайте ГТРК «Регион Тюмень». Возьми и заплати налоги О сроках уплаты помни И если ты в теме не зря До первого декабря Я уже взрослый! Хватит меня контролировать! Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чём молчит подросток. Ваш помощник портал ЯРодитель.ру В рамках визита в Карачаево-Черкесию заместитель председателя правительства России Юрий Труднев осмотрел готовящийся к открытии самый крупный стадион Карачаева-Черкесии «Нарт» и спортивный комплекс «Юбилейный». А также посетил выставку декоративно-прикладного искусства. Мадина Каракетова продолжит тему. Заместителя председателя правительства России Юрия Труднева и главу Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова показательными выступлениями встретили юные легкоатлеты. Лёгкие, стремительные, как стрелы охотника юношей и девушки за секунды преодолевают заданные расстояния, удивляя своей быстротой. Они первые оценили новое покрытие беговых дорожек обновлённого стадиона «Нарт». Рашид Темрезов, заядлый футболист в юности, поделился с федеральным гостем своими воспоминаниями о тренировках на этом же самом стадионе. В годы его детства и юношества. Рашид Темрезов не понаслышке знаком с неудобствами, вызванными отсутствием нормальных условий для занятия любимым видом спорта. И, возможно, поэтому Республика приняла в своё время решение участвовать в федеральной целевой программе развития физкультуры и спорта в России при софинансировании её из бюджета Карачаева-Черкесии. На сегодня стадион значительно преобразился. За всё время эксплуатации стадиона «Нарта» это более 40 лет такого масштабного ремонта здесь не проводили. Реконструкция началась в 2017 году, и за эти годы здесь проделана огромная работа, начиная с замены зрительских секторов, беговых дорожек, строительства новых спортивных залов и до создания всех необходимых условий для тренировки футболистов и легкоатлетов. Говорят, что всё в соответствии с мировыми стандартами, поэтому на «Нарте» можно проводить мероприятия любого уровня. Рашид Тимрезов и Юрий Трутнев осмотрели стадион. Современное футбольное поле вместо опилок, которое когда-то приходилось сыпать будущему главе республики и его футбольной команде, имеет качественное покрытие и новую дренажную систему. Зрительских мест – 10 тысяч. Кресла заменили на более красивые и удобные. Стадион в ночное время качественно освещается. Появилась площадка для волейбола и баскетбола. Значительные изменения претерпел и крытый манеж для легкоатлетов. Заслуженный тренер Карачаевой Черкесии по лёгкой атлетике с 30-летним стажем Галина Бурнишова не может нарадоваться. Раньше мы тренировались на этом же стадионе, в этом же манеже, но покрытие было ужасное, дети получали травмы от покрытия. И на стадионе тоже было ужасное покрытие. Не хватало оборудования, барьеров, прыжковой ямы, колодок не хватало, которые стоят новые. Но проводили соревнования, как бы было не очень комфортно. Мы настолько рады, что нам сделали вот этот новый манеж, новый стадион, новое беговое покрытие, полностью укомплектовали стадион оборудования. Галина Бурнишова рада и тому, что желающих заниматься лёгкой атлетикой с обновлением стадиона стало гораздо больше. И они с нетерпением ждут стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы возобновить работу и продвигаться к новым спортивным вершинам. Заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев и глава Карачаевой Черкесии Рашид Тимрезов также осмотрели дворец спорта юбилейный. Директор Ярослав Щекланов ознакомил гостя с инфраструктурой и графиком работы спорткомплекса, а юные бойцы Кокусенкай выступили с показательной программой. Далее гостей пригласили совершить экскурсию в историю народов Карачаевой Черкесии через декоративно-прикладное искусство. Мастера раскрыли Юрию Трутневу древние секреты народных промыслов. На очередное мероприятие, серьёзное совещание по социально-экономическому развитию Карачаевой Черкесии, заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев уехал в отличном настроении, вдохновлённый, увиденный красотой и чуть ближе узнавший горцев. Мадина Каракетова, Рашид Туков, Вести Карачаева, Черкесия. А в Архизе прошло совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Участники встречи выделили ключевые направления совместной слаженной работы, деятельности федерального правительства и региональных властей по повышению уровня жизни населения. Подробности у Мурата Джанкёзова. Говоря о состоянии экономики Карачаева-Черкесии, Юрий Трутнев выделил как положительные показатели, такие как рост индексов промышленного производства и инвестиций в основной капитал, так и определил основные острые вопросы в этой отрасли. На совещании отметили, что сегодня в Карачаево-Черкесии активно строится социальная инфраструктура и важно сделать упор властей на развитие реального сектора экономики, создание новых предприятий и рабочих мест для населения. Для этого необходимо усовершенствовать механизм государственной поддержки инвесторов. Для сравнения, на Дальнем Востоке на рубль вложенных бюджетных средств приходится более 20 рублей частных инвестиций. Для регионов Северного Кавказа показатель 1 к 10 считается хорошим результатом. Я не хочу никаких революционных решений, что давайте сейчас здесь тоже установим нижнюю планку 1 к 10, а больше никому ничего давать не будем. Так мы можем остановить развитие. Но потихонечку из этого выбираться, потихонечку открывать преимущества Северокавказского региона, привлекать сюда инвесторов, добиваться того, чтобы все-таки больше денег вкладывалось частным бизнесом, а государство выполняло ту функцию, которую должны выполнять – помогать, содействовать, создавать инфраструктуру. Вот мы будем потихонечку, такими продуманными шагами вместе с главами регионов двигаться в этом направлении. Продолжая тему развития туристической отрасли, участники совещания не прошли мимо знаменитого курорта Донбай. Речь шла о повышении инвест-привлекательности для создания в Донбайе современной, качественной горнолыжной, гостиничной, инженерной и туристской инфраструктуры. Вот есть Архиз, который, еще раз, слава Богу, в общем, в целом уже состоялся. И есть Донбай, где мы давно не помогали, который относится к числу достаточно таких старых, тоже традиционных у нас центров горнолыжного отдыха, только с инфраструктурной горнолыжной, там не все в порядке. Мы туда завтра обязательно тоже заедем, посмотрим состояние. Но мне кажется, что если мы сейчас можем дальше развивать Архиз за счет средств частных инвестиций, а деньги федерального бюджета использовать для развития Донбай, то общей пользы будет больше. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов по итогам мероприятия выразил благодарность вице-премьеру за поддержку и нацеленность на результат, ориентированный, прежде всего, на благо жителей республики. В тех направлениях, где мы проседаем или просели в последнее время, понятно тоже, по каким причинам, здесь тоже Юрий Петрович нас поддержал и дал ряд конкретных четких поручений, которые при нашей слаженной работе правительства республики и МинЭКО, так, конечно же, с правительством Российской Федерации, мы, если такую работу выстроим, конечно, оно даст определенные плоды и результаты. Мурад Жантьюзов, Олибастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Архыз. Как отметили на совещании, развитию туризма в регионе решено уделить самое пристальное внимание. Тем более в Карачаево-Черкесии большой туристический потенциал. Людей из разных городов привлекают красивые пейзажи, горы, леса, реки, горный чистый воздух, ну и, конечно же, известные курорты. Заинтересовать приезжающих можно еще много чем. Например, в Карачаево-Черкесии расположены самые древние храмы. В рубрике «Наши наследия» сегодня мы расскажем вам о Сентинском храме, который расположен на левом берегу реки Тиберды, на Сентинской горе напротив аула Нижняя Тиберда. Он был построен алланами в X веке и считается одним из ранних христианских памятников в стране. Подробнее о нем расскажет шерифат Лепшокова. Сентинский храм расположен в одном из живописнейших мест республики. Окружен лесистыми горами и чистейшей рекой он сразу же притягивает внимание. Речайший память николандской архитектуры относительно неплохо сохранился. Эти каменные стены помнят торжественное открытие в 1965 году. Тогда новый храм почтили своим вниманием сановные византийские чиновники. До сих пор остается загадкой, как им зимой удалось преодолеть столь непростой путь через горные перевалы. Сентинский храм расположен здесь, на высоком утесе горного хребта, можно по праву назвать одним из знаковых в республике. Расположенный на пути каравана Великого Шелкового пути, он являлся своего рода и проводником политических и экономических интересов древних Алан. 1965 год, в принципе, знаменателен и тем, что в это время пал Хазарский Каганат, правители которого препятствовали распространению христианства в Алане. И после падения Хазарского Каганата, христианство начинает распространяться, конечно, более интенсивно в Аланском государстве, которое с этого момента фактически становится самостоятельным и самостоятельным игроком, в том числе на внешнеполитической арене. Интерес Византии к Алане рос. Начинается масштабное храмовое строительство, в том числе Сентинского храма, получившего свое название благодаря расположенному внизу одноименному аулу, где и спустя тысячелетия проживают потомки Алан. Нижнюю Тиберду по сей день в Карачае называют Сенты. Примечательна и гора, где расположен храм. Еще в конце XIX века учеными там были найдены пещеры с древними погребениями. А через сто лет на этой же горе была обнаружена уникальная находка – каменный ящик с серебряными украшениями, датируемые V веком. Это вдвойне удивительно, потому что задолго до ученых здесь побывали черные копатели, и многое было разграблено еще в период нашествия Тамерлана. Археологам все же удалось найти более ста драгоценных находок. Сохранились в храме и уникальные фрески с библейскими сюжетами. Изображения с трудом просматриваются, но все же их можно разглядеть. Примечателен и расположенный рядом небольшой мавзолей, аналога которому нет на Северном Кавказе. Здесь по традиции хоронили влиятельных сановников. Сохранился и уникальный колодец с водостоком для дождевой воды. Советскими учеными было обнаружено и помещение, где гасили известь и замешивали раствор для строительства храма. После входа в храм с правой стороны, допустим, там было обнаружено захоронение женщины в довольно богато украшенном гробу. В смысле, ну, разграблено оно было довольно давно, до обнаружения тогда. Ну и, в принципе, да, конечно, сейчас сам храм, он, в общем-то, находится в, можно сказать, довольно плачевном состоянии в плане своей архитектуры. Но, с другой стороны, с исторической точки зрения, он представляет большую ценность тем, что он, по крайней мере, из всех, повторяюсь, более-менее сохранившихся пяти средневековых храмов, находится, ну, в более, наиболее приближенном к оригиналу состоянии. В XIX веке храмы его окрестности пережили еще один исторический виток. Царское правительство стремилось ассимилировать коренные народы Кавказа. Появлялись идеи, что было бы неплохо, если горцы вернутся к религии своих предков. И многие храмы, отчасти при поддержке государства, становились действующими. Так, на территории памятника Алландской культуры возник женский монастырь, действовавший вплоть до первых революционных лет. Позже на его месте расположился интернат. Какое-то время была база учительского института. Сейчас же это уникальное место, доступно всем, кто хочет прикоснуться к древней истории Кавказа и насладиться необычайной природой. Шерифат Лепшокова, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевский район. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили учителя. Поздравления, благодарности они получили не только от учеников, но и от первых лиц республики. Церемония награждения отличившихся учителей состоялась в Большом зале Дома правительства. Альбина Ламкова продолжит тему. Победители и призеров региональных и всероссийских педагогических конкурсов, а также учителей, чья работа заслужила признание в сфере образования, отчестовали на этот раз без большого размаха. В предыдущие годы подобные награждения были более многолюдными и проводились с приглашением гостей из всех муниципальных районов. В этот раз в связи с пандемией формат изменился. Присутствующие сидели на безопасном расстоянии и в масках. Из-за сокращенного формата торжественной части количество награждаемых не уменьшилось. Остальные педагоги получат свои награды на местах. В зале собрались около 40 педагогических работников. Председатель правительства республики Аслан Озов поздравил учителей и выразил слова признательности за их нелегкий труд. Затем Аслан Анатольевич за заслуги в сфере образования и добросовестный труд вручил медаль имени Люба Выгодского Оксане Лемешевой заместителю директора по воспитательной работе школы-интерната первого вида и нагрудные знаки почетный работник воспитания и просвещения России среди награжденных и заведующая детским садом «Гнездышко Черкесска» Зарина Дамалаева. Она 24 года в сфере образования. Начинала трудовую деятельность учителем английского и немецкого языков. 10 лет обучала детей иностранным языкам. Затем сменила работу в школе на детский сад. Очень благодарна тем людям, которые поверили в меня, которые предоставили возможность получить вот такую награду. Спасибо большое. Очень нелегкий труд педагога, конечно, особенно сейчас такое время. Люди самой благородной профессии, отметил первый вице-премьер республики Руслан Тамбиев, обращаясь к учителям. Самое святое и дорогое – это дети. Их доверяют нашим педагогам, которые, в свою очередь, воспитывают в них патриотизм и, конечно же, дают самое главное – образование. Все награды, которые заслужили педагоги и были вручены в их профессиональный день – только часть того, что они заслуживают. Конечно же, сегодня обидно то, что такой праздник и таким небольшим составом, но жизнь несла свои коллективы, поэтому мы должны с этим смириться. Поберегите своих близких. Предоставилась возможность сказать слова благодарности педагогам, отметить их достижение, выявить лучших представителей профессионального сообщества и от имени руководства парламента Народного собрания Корчаева-Черкесии. Непосредственный руководитель педагогов, министр образования и науки Республики Инна Кравченко тоже поздравила коллег. Коллеги, дорогие ветераны педагогического труда, позвольте мне от всего сердца присоединиться ко всем поздравлениям по случаю нашего профессионального праздника – Днём Учителя. Разрешите поблагодарить вас за ваш ежедневный труд, за любовь и внимание к детям. Праздник для всех присутствующих педагогов запомнится надолго. Вечным напоминанием послужат награды и совместное фотосоржества. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Корчаева, Черкесия. Переоснащение как новый толчок к познаниям. Передовые технологии, дизайнерский интерьер, строго выраженный красно-черном свете и подготовленные специалисты. Во второй школе села Курджинова заработал Центр образования «Точка роста». Фатима Даурова побывала на одном из первых уроков. Новые центры притяжения для сельских ребят. Так называют учителя второй школы села Курджинова, открывшиеся кабинеты цифрового и гуманитарного профилей. Их преимущества заключаются в наличии новых мышных компьютеров, видеокамер, 3D-принтера, тренажеров, манекенов, квадрокоптера. Для маленькой сельской школы это как большой шаг в будущее. Школьники никогда не видели такого оборудования и в данном случае упор делается на развитие дополнительного образования. Особенно в сельских школах, потому что мы лишены устойчивого интернета, у нас нет компьютерной техники. А здесь в рамках данного проекта мы получили огромное количество и мебели, и цифрового оборудования. Мы получили ноутбуки, у нас есть даже квадрокоптеры, дети и не видели этого, и не слышали. Поэтому сейчас учителя проходят курсовую подготовку, чтобы овладеть данной техникой, потому что никто с этим не сталкивался. И, конечно же, мы будем обучать наших детей. Казачий класс – один из образцовых в школе. Ребята здесь дружные, целеустремленные. И успехи в учебе одни из самых лучших. Им досталась честь первым исправить новоселье. Центры дают возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах, делать самостоятельные проекты. Много проектной деятельности здесь намного легче, чем в классе, например, информатики. Благодаря таким проектам теперь, наоборот, еще больше будет участвовать. Ведь у многих не было возможности, например, дома проблемы. А теперь сюда можно будет легко пройти и сделать. Таких кабинетов, как «Точка роста», конечно же, у нас упростится этот процесс, потому что есть новые возможности, открываются, есть новое оборудование. Детям интереснее будет, эстетическое удовольствие они будут испытывать, удобнее. Посещая занятия цифрового, естественно научного, технического и гуманитарного направлений, в том числе изучая основы робототехники и трехмерного моделирования, ребята научатся мыслить масштабнее, применять навыки в реальности и создавать медиапродукты. А правильно донести до учеников все возможности инновационных центров помогут учителя, которые уже прошли или пройдут в скором времени специальную школу подготовки. И каждый звонок на занятия будет притягивать ребят все больше к новым познаниям. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Урупский район. Это вся информация подготовлена нашим корреспондентам и к итоговой программе события недели. Я благодарю вас за внимание и удачного выходного дня. Редактор субтитров А.Семкин